ПЕСНЯ 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 Все эти дома – товарищество индивидуальных застройщиков Новая Покровская. Более 30 лет назад, в 1993 году, когда оно было создано, первые жители выступили с инициативой организовать в поселке православный приход. Был выделен земельный участок. Большинством голосов было практически единогласно. На тот момент принято решение о передаче этого земельного участка в епархию для строительства храма. Силами местных жителей здесь было поставлено маленькое строение из сруб, обозначающее, что здесь должен быть храм. Нашелся благотворитель, основной, как вот, ну, так и будем говорить, что на самом деле Людмила Завьялова, она максимально, мне кажется, внесла вклад. Ну, а дальше уже всем миром подхватили. Всем миром начали строить храм, который было решено посвятить памяти святого благоверного князя Вячеслава Чешского и святой мученицы Людмилы, княгини Чешской. Вместе со строительством начались службы. Стал собираться дружный приход. Сначала службы были тоже во время стройки, прямо стояли на, ну, там пола еще не было, так, на бревнах, на досках, чтобы не замерзнуть, велись службы. Потом, когда храм уже построили и начали внутри благоукрашать, в подвале, вот, прошлым летом на улице жара, а мы стоим чуть ли не в валенках, в пальто, потому что в подвале холодно. Почти 10 лет ушло на строительство храма. И вот 6 мая, в день своего тезоименитства, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил его великое освящение. В новосвященном храме владыка возглавил божественную литургию. Перед началом богослужения состоялась торжественная встреча ковчега с частицами мощей благоверного князя Вячеслава Чешского и святой мучениц Людмилы, княгини Чешской. Мы обретаем эту святыню, которая навсегда будет почивать в этом храме. Это еще одна страница, еще одна грань жизни Русской Православной Церкви в наших угодниках Божьих. Так что наши Вячеславы и Людмилы обретают свою святыню особую на Нижегородской земле. Этот храм единственный в России, освященный в честь святых Вячеслава и Людмилы Чешских. И единственный в мире, украшенный хохломой. Наличники, оклады икон, киота, двери, иконостас – все переливается золотым и красным. Все это совместное творчество иконописной мастерской «Ковчег» и Семеновской фабрики «Хохламская роспись». Специалисты «Ковчега» занимались созданием эскизной части, написанием икон, изготовлением заготовок под роспись, а выполняли ее художники фабрики. Несмотря на свою необычность, иконостас создавался по общецерковному православному канону. Лет 500-600 на Руси использовалась роспись в иконостасе. Тябы вот эти вот как раз как в иконостасе, они расписывались орнаментами. То есть это не новинка никакая, а новинка в том, что наши народные промыслы, которые в храмах практически не работали, что вот именно вот этот вот хохламской стиль, вот он перешел в иконостас. Храм мученический в честь мученицы Людмилы, княгини чешской, и Вячеслава мученика. И поэтому были выбраны вот такие вот цвета, как раз торжественные. Это вот в хохламской росписи называется вот этот стиль торжествовок. Хохламой украшены и все металлические предметы – паникадила, светильники, подсвечники. Их роспись выполняла местная жительница, прихожанка храма, художник Наталья Смирнова. Мне иногда было сложно, потому что нужно было писать быстро. И не было времени на обдумывание композиции. И с молитвой композиции приходили мгновенно. Это чудо, но это так и есть. Сегодня необыкновенный день. Сегодня у нас Пасха, во-первых. Храм открывается наш замечательный, красивый. У меня сегодня день рождения. И все для меня – это самый лучший день рождения в моей жизни. Люди радуются, что есть храм, что в поселке теперь есть храм. Ну, сами знаете, как без храма – это деревня, с храмом – это село. Ну, так скажем, у нас район города. И то, что теперь есть храм в шаговой доступности – это, конечно, здорово. Открытие храма – большая радость для всех жителей Нового Покровского, а также близлежащих районов. Эта территория активно заселяется среди жителей немало многодетных семей. Поэтому так много деток среди прихожан. Здесь воскресная школа есть у нас. Можно открыть какие-то кружки, можно еще что-то. Я думаю, что будет интересно, потому что детей тут много вокруг живет. И они приходят, очень нравится им здесь. После освящения храма и божественной литургии, всем прихожанам в память об этом событии – иконки святых Людмилы и Вячеслава Чешских, а также свечи, зажженные от благодатного огня, сошедшего в Великую Субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Христос Воскресе! В Воскресе! Воистину Воскресе! Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Вот вам подарочек. Спасибо большое. Нам пасхальный подарок. О, мальчишки, будем теперь готовить с вами. Мальчишки, трехлетний Богдан и четырехлетний Мирон – подарком рады. Не так часто они видели их. За свою столь недолгую жизнь ребята успели пожить в нескольких семьях. У их старшего брата онкология, и мама проходит с ним лечение. Практически живет в больнице в стерильной обстановке. А потому лишь изредка навещает малышей. Они у вас, как говорится, кочевали по родственникам. Ко мне они попали в конце августа. Были, как говорится, два такие ребенка Маугли, которые, ну, по сути, ничего не умели, ничего не знали. А сейчас мы уже везде ходим. Вот мы начали с елок. Параллельно мы ходим в детский центр. Мирона у нас везде хвалят. Он уже начал постепенно читать по слогам. Единственное, вот у нас, конечно, мы плохо говорим. Ольга Валерьевна – двоюродная сестра, мама мальчиков. Чтобы сидеть с ними, ей пришлось уволиться с работы. Живут на пенсию и подработку ее мамы. Конечно, денег не хватает. Но Ольга Валерьевна не жалуется. По-другому поступить она не могла. Ну как вот отдать в детский дом? Я считаю, что это кощунство. При таком количестве родственников, не дай бог, дети окажутся в детском доме. И вообще, я считаю, что вот, ну как бы, когда дети туда попадают, я понимаю, что они теряют всю семью. Да? Но если хоть кто-то остался, этот кто-то, я считаю, должен взять ответственность за детей на себя. Они очень отзывчивые, очень дружелюбные. У меня была расческа, и когда пришли их постригать, брикмахер просто влюбился. Такие милые дети. Они никогда не говорят спасибо, они говорят во благо. Благодарим. Да, 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 да. Вы спросите у них. Этот комбайн – подарок от Нижегородской епархии в рамках ставшей уже традиционной акцией «Пасхальные дни милосердия». С 2021 года она проходит по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия на средства благотворителей. Среди благополучателей проводится предварительный опрос относительно подарка, который они хотели бы получить. В этой семье есть нужда именно в комбайне. У одного из мальчиков проблема с пищеварением. Необходимо твердую пищу чередовать с протертой. А многодетной семье Олесовых очень был нужен ноутбук и принтер. Поздравляем вас с Пасхой, со Светлой Пасхой, от Владыки Митрополита Георгия. Вот вам передаем то, что вы просили. Это ноутбук и принтер, чтобы у вас в учебе было все хорошо, чтобы вы могли спокойненько все свои навыки развивать. Ой, спасибо огромное. Держите. Это очень нам нужно. Да, особенно сейчас, в наш такой информационный все-таки век. Четверо детей и одна мама. Анна Владимировна не унывает. Говорит, справляемся, да и дети помогают. Но с крупными покупками сложновато. Сломался компьютер, а детям-школьникам он просто необходим. Очень многие уроки иногда бывают и дистанционно. То есть телефон – это неудобная вещь, а все-таки удобно – это ноутбук. Да и ноутбук, он как бы удобен тем, что его раз свернул и убрал. То есть так как у нас мало места поставить какой-то прям большой компьютер, это неудобно. Рады пасхальным подаркам и в этом доме. Ноутбук для дочек Ольги Владимировны – вещь необходимая. Для занятий онлайн. У Даши проходит занятие онлайн с орготерапевтами из Москвы. То есть там преподают им правильные упражнения, показы. Допустим, у нас даже нет в городе специалистов, которые могут нас вести. Не урологов нету. А вот онлайн-консультации, они очень важны. И для Маши занятия. Мы не всегда можем посещать школу, а вот через компьютер, возможно, как бы дальнейшее обучение. Потому что нам много сложно дается, нам нужны дополнительные занятия. А живем мы в стороне, и учителя не всегда готовы к нам приехать. Маша и Даша – приемные дети в семье Карповых. Обе девочки с особенностями развития. У каждой пятая группа здоровья. Ольге Владимировне и ее супругу хотелось помочь тому, кому эта помощь нужнее всего. Здоровых детишек и так в семьи в очередь берут. А вот больных – увы. О приемных детях Ольга Владимировна всегда мечтала, хотя есть своя кровная дочка. И она, и муж, и мама поддерживают и помогают во всем. Мама помогает. Много друзей у нас, которые тоже единомышленники. Так, конечно, Господь помогает через добрых людей. Кто-то словом, кто-то молитвой, кто-то делом поддержит. И вот и силы наши. И от них, конечно, от этой радости. Когда видишь, как они развиваются, расцветают. Это вот дает такие силы преодолеть все какие-то временные трудности или скорби. Потому что детки приходят в семью из детских домов, они такие как бы зажатые. Они не умеют радоваться. Ну, немного чего. У них нет привязанности. Ну, много-много-много-много всего. А потом, когда они расцветают, спокойно ложатся, улыбаются во сне или смеются во сне. И ты понимаешь, что все не зря. 77 семей получат подарки в рамках акции «Пасхальные дни милосердия». Многодетные. Семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Семьи участников специальной военной операции. У нас есть служба при епархии, всегда рядом. И там у нас стоит много подопечных, разных людей, многодетных, малоимущих, абсолютно разных. И вот мы поняли, что некоторым людям нужны не только продукты, не только какие-то услуги, но и нужна крупнобытовая техника, дорогая, порой, которую у них нет возможности приобрести. И вот Владыка благословил, что два раза в год выделяются средства на покупку уже таких крупных подарков. В течение нескольких дней сотрудники медико-социального отдела Нижегородской епархии развозили подарки. Следующая такая акция будет проведена к Рождеству Христову. Редактор субтитров А.Семкин